Фарфоровые тарелки с анималистическими рисунками, сувенирные слоны со всего мира, игрушки из папье-маше, алмазная вышивка. Чем только не увлекаются люди в свободное от работы время. Выставка «Хобби-2016» открылась в Чувашском художественном музее. Тамара Паршагина свыше 20 лет собирала кукол ручной работы. Каждый экспонат особенный, привезенный из разных уголков страны мира. В подежде можно узнать, какой народ, какую национальность кукла представляет. Есть куклы из Африки и Южной Америки. Коллекцию регулярно пополняли друзья и близкие хозяйки. Сейчас не более 250 экспонатов. Наследницы решили по-своему дальнейшую судьбу уникальных экземпляров. На общем семейном совете мы решили передать ее в Центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями. Мы пришли к выводу, что нужнее всего, наверное, эти куклы детям. И причем таким детям, у которых не очень большой поток впечатлений в их жизни. Наша коллега, главный режиссер телевидения Екатерина Лапина, увлекается алмазной вышивкой. На полотнах с клейкой основой по камушку в 2,5 миллиметра выстраиваются целые картины. Начинала Катя с небольших полотен, сейчас создает более масштабные. Количество страз в некоторых превышает 150 тысяч. На изготовление этого дракона ушло три месяца, но я три месяца полностью посвятила себя этой работе. Выставка хобби проходит уже в пятый раз. Каждый год экспозиция увеличивается, появляются новые направления. Например, амигуруми – маленькие вязаные игрушки. Это модный тренд нынешнего зимнего сезона. Пройдясь по залу, вполне можно найти хобби для себя. Екатерина Куприна, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика.